Всем привет! Меня видно, слышно? Так, вижу. Да, отлично, отлично. Так, ну давайте я представлюсь. Меня зовут Айдар Даблетханов, я инженер по видеонаблюдению в компании NAC. И сегодня мы с вами поговорим об аналитике ForPost и сферах ее применения в Enterprise-сегменте. Сейчас я передам слово моему коллеге из ForPost Максиму Фатину. Добрый день. Добрый день, меня слышно? Да, я вас слышу, Максим. Отлично. Давайте еще раз познакомимся. Меня зовут Максим Фатин, я продакт-менеджер компании ForPost. Мы представляем решение по видеонаблюдению и анализу видеопотоков с помощью нейронных сетей. В рамках сегодняшнего вебинара я расскажу прежде всего о тех решениях, которые выставлены именно в Enterprise-сегменте. И сегодняшнее выступление я разделил на 4 сегмента, в каждом из которых я расскажу про различные решения с реальными примерами реализованных кейсов. Прежде всего, это проектные решения на базе видеоаналитики для промышленных предприятий и сельского хозяйства, продуктовые решения для реализации в облаке, возможности использования приватных облаков для проектных решений, а также примеры локальных решений, реализованных с помощью гибридных регистраторов. Начать свою презентацию я хочу с именно проектных решений ForPost, поскольку данное направление наиболее востребовано в Enterprise-сегменте. Одним из наиполе востребованных направлений по нашему опыту является обеспечение техники безопасности на производстве с помощью видеоаналитики. И чаще всего заказчики хотят контролировать соблюдение правил ношения средств индивидуальной защиты. На сегодняшний день ни у одной компании на рынке нет полноценного коробочного продукта по детекции СИЗ, или они не позволяют достичь необходимой точности работы решения. Поскольку у каждой крупной компании на производстве используются специфичные типы СИЗ, базовое решение необходимо адаптировать под существующие требования и условия эксплуатации. Так, например, в одном из проектов необходимо было детектировать спецодежду и определять факт, застегнута она или нет. В итоге заказчик получил решение, которое адаптировано непосредственно под используемые типы СИЗ на данном предприятии. Подобная адаптация позволяет не только существенно расширить список средств индивидуальной защиты, которые может детектировать система, но и добавить дополнительную логику в работу решения, как, например, определение факта застегнутого или расстегнутого спецодежды. Более подробно рассказать о возможностях видеоаналитики Форпост для обеспечения производственной безопасности я предлагаю на примере реального проекта. У заказчика возникла потребность в сокращении издержек на выплату штрафов и повышении страховых взносов в связи с травматизмом на производстве. В рамках данного проекта, помимо детекции касок, ну, базовое такое, было необходимо распознавать цвет касок. Заказчик хотел распознавать шесть различных по цвету типов касок, каждый из которых применяется для идентификации принадлежности сотрудников к определенной группе. То есть, например, подрядчики или посетители данного предприятия не должны находиться в зоне работы оборудования. Кроме того, заказчику было необходимо распознавать определенный тип спецодежды, фиксировать факт розжига газовых резаков и определять факт перекрытия камеры оборудования. В данном проекте мы реализовали управленческий отчет, который формируется ежедневно и отправляется ответственному за соблюдение техники безопасности сотруднику на почту. Пример такого отчета сейчас можно видеть на слайде. Помимо управленческого отчета, заказчик через личный кабинет может посмотреть веб-версию отчета. На слайде вы можете видеть результат работы аналитики. Прежде всего, это журнал, в котором отображаются все факты обнаружения нарушений. И сводный отчет по количеству нарушений за период времени, который может выводиться в виде графика или таблицы с возможностью экспорта. Далее я предлагаю рассмотреть финансовую сторону данного проекта. На слайде указаны ключевые затратные части данного проекта. Это, прежде всего, сервер, нейросетевой сервер с видеокартами, который стоил приблизительно 1 миллион рублей. А также затраты на программное обеспечение, которые составили порядка 500 тысяч рублей. При этом сумма, которую заплатил заказчик по договору, составила около 3,5 миллионов рублей. Такие показатели делают данный проект успешным не только с точки зрения выполненных функциональных требований заказчика, но и с коммерческой точки зрения. Более подробно расскажу, из чего складывается стоимость программного обеспечения. В данном случае стоимость лицензии, именно лицензии, составила 250 тысяч рублей. И еще 250 тысяч – это адаптация решений под требования заказчика. Для нас это уже довольно стандартная и отлаженная процедура. После этого мы запрашиваем доступ к камерам, установленным на объекте заказчика, собираем видеоматериалы работы сотрудников в реальных условиях без постановочных видео. Далее мы размечаем изображения полученные. Для обучения системы на детекцию одного нового типа СИС необходимо разметить порядка 5000 изображений. То есть это достаточно ресурсоемкая задача. После этого мы обучаем нейросеть и тестируем полученные результаты. В среднем весь процесс реализации и распознавания нового типа СИС занимает около 2-3 недель. После чего заказчик получает решение, которое полностью адаптировано именно под те типы средств индивидуальной защиты, которые используются на данном предприятии, что существенно повышает точность работы системы. Далее предлагаю рассмотреть проект для сегмента сельского хозяйства, в рамках которого мы в настоящий момент получаем достаточно большое количество запросов. Первый проект, о котором я расскажу, нацелен на подсчет крупного рогатого скота на пастбищах с помощью квадрокоптера. У заказчика в настоящий момент отсутствует какой-либо автоматизированный метод подсчета животных. Для их учета их приходится перегонять с одного пастбища в другое и вести подсчет вручную. При таком подсчете животные теряют в весе по несколько килограмм, что напрямую и довольно существенно влияет на выручку компании. Было предложено решение, когда для квадрокоптера формируется маршрут полета с зависанием на высоте около 70-100 метров над центром каждого загона. Далее система за счет сформированного датасета распознает каждое животное в кадре и ведет их подсчет. На слайде вы можете видеть пример уже обработанного изображения с пастбища. Зелеными рамками в данном случае выделяются все задетектированные на данном изображении животные, а в левом углу отображается их общее количество. В данном случае 156 коров. В итоге получается практически полностью автоматизированная система подсчета скота. Оператору требуется только один раз выделить границы загонов. На слайде вы можете видеть примеры пользовательских отчетов, которые получил заказчик. Для реализации подобного проекта требуется установка сервера в указанной на слайде конфигурации. В данном случае это было необходимо устанавливать на объекте заказчика. Отдельно отмечу, что поскольку в данном случае необходимо анализировать только набор фотографий, не требуется наличие дорогостоящих видеокарт на сервере, что также существенно позволяет сэкономить на оборудовании. Стоимость реализации такого решения в части именно программного обеспечения составляет 600 тысяч рублей. Срок реализации подобного решения около трех месяцев. Также в сегменте сельского хозяйства актуальна отбраковка продукции, поскольку показатель количества брака напрямую влияет на издержки компании. К нам обратился хлебокомбинат для реализации подобного решения. Заказчику было необходимо фиксировать все факты обнаружения паркованной продукции и сообщать о них ответственному сотруднику. В результате обследования была выбрана зона выхода из печи как наиболее оптимальное место для установки камеры. Далее мы обучили наш алгоритм на детекцию каждой булки хлеба, выходящей из печи, и собрали датасет с примерами качественной и паркованной продукции. Дальнейшее развитие данного решения – это адаптация конвейера для того, чтобы можно было автоматически убирать паркованную продукцию с ленты. В настоящий момент решение находится в стадии пилота. На слайде вы можете видеть характеристики серверного оборудования, которые необходимы для реализации подобного функционала. В данном случае уже необходимо использование видеокарт в сервере, поскольку необходимо обрабатывать довольно большое количество кадров с нескольких камер. Стоимость реализации решения в части, опять же, программного обеспечения составляет 500 тысяч рублей. При этом в указанную стоимость в данном случае входит уже обучение нейросети на поиск дефектов на 15 различных типах хлебополучных изделий. Лицензия в данном случае подразумевается, что она идет на сервер и позволяет подключить до трех камер с указанным функционалом. Далее предлагаю рассмотреть продуктовые решения, которые можно подключать из коробки в рамках облачной платформы. Расскажу о трех наиболее востребованных продуктах в настоящий момент. Прежде всего, это распознавание автомобильных номеров. Чаще всего решения используются бизнес-центрами и промышленными предприятиями для контроля въезда на территорию. Соответственно, зачастую используются связки с управлением шлакбалом или воротами. Подобные продуктовые решения могут также быть адаптированы под требования заказчика. Например, одному заказчику необходимо было распознавать номер и фиксировать перевозимый груз с помощью второй камеры. В другом случае, помимо распознавания номеров, было необходимо определять скорость движения транспорта. Пример данного отчета вы можете видеть сейчас на слайде. Следующий продукт – сегментация клиента, который позволяет формировать портрет покупателя за счет определения пола и возраста посетителей. Исходя из полученной статистики, заказчики могут подстраивать свои маркетинговые компании для того, чтобы получить больший отклик и, соответственно, повышать продажи за счет таргетинга. Также сюда входит решение по подсчету уникальных посетителей, что является более точной метрикой, чем базовые счетчики пересечения линии. На базе статистики также можно делать выводы об успешности рекламных кампаний. Уже сейчас данное решение используется нашим клиентам в крупной федеральной сети супермаркетов. Третий продукт, о котором я сегодня расскажу, это подсчет очередей. Решение также востребовано, прежде всего, в ритейле. Система с помощью нейросети детектирует всех людей в зоне очереди и ведет их подсчет. При настройке модуля в личном кабинете менеджер-заказчик устанавливает предельно допустимое количество людей в очереди и настраивает логику отправки оповещений с возможностью эскалации, если начальные оповещения были проигнорированы. Исходя из полученной информации, заказчик понимает, когда образовываются пиковые периоды и необходимо открыть дополнительные кассы. Решение также используется федеральной сетью супермаркетов для контроля очередей в приказовой зоне. Далее предлагаю перейти к сегменту решений для приватных облаков. Одним из примеров подобных проектов является обеспечение видеонаблюдения в рамках единого дня голосования. В рамках реализации проекта был выделен отдельный кластер серверов, в котором была развернута специальная версия платформы. Farpost, согласно техническому заданию, реализовал две версии веб-портала. Публичный, с возможностью выбора камер на карте и просмотра видео с любого участка для голосования, а также служебный портал, который предназначался для сотрудников избирательной комиссии. Скриншот публичной версии портала вы можете видеть сейчас на слайде. В настоящий момент формируется специальная версия платформы, чтобы поставить такие проекты на поток, в том числе и по наблюдению за проведением единого госэкзамена. Решение для приватных облаков, разумеется, не ограничивается выборами и ЕГЭ. При необходимости мы разворачиваем версию платформы на мощностях заказчика. Например, сейчас реализуется такой проект для одного из подразделений крупного банка. Одной из ключевых особенностей подобных проектов является наличие крупной территориально распределенной сети объектов. Также заказчики за счет размещения платформы на собственных мощностях стараются снизить свои издержки. Они платят только инсталляционный платеж и не несут существенных операционных издержек за использование инфраструктуры операторов. Кроме того, нельзя обойти вопрос безопасности. Многие, и особенно крупные промышленные предприятия, стараются максимально локализовать трафик внутри своей сети и избегать передачи данных во внешнюю сеть. И последний сегмент, о котором я хочу сегодня рассказать, это локальные решения FarPost. В последнее время стало крайне востребованным решение для территориально распределенных объектов, в рамках которого на объекты устанавливаются локальные регистраторы. При этом зачастую у заказчика отсутствуют стабильные каналы связи и есть уже существующая система видеонаблюдения. Более подробно о продукте я расскажу на примере реального кейса. Заказчик честного охрана предприятия запустил проект на 350 определенных объектов. На каждом порядка 10 камер. При этом ширина канала не позволяет подключать камеры напрямую к центральному серверу платформы видеонаблюдения. Мы предложили схему, когда локально ставятся регистраторы с программным обеспечением FarPost для записи архива и обработки видеопотоков модулями видеоаналитики. Регистраторы уже в свою очередь подключаются к центру мониторинга для формирования отчетов, оповещений и просмотра одновременно ограниченного числа камер с каждого объекта. Решение позволяет организовать резервирование архива на центральном сервере в случае необходимости. Так заказчик получает комплексную распределенную систему с единой точкой входа без необходимости расширения каналов связи. И напоследок я расскажу о еще одном важном продукте, который мы не так давно запустили. Мы реализовали стендалон решения для видеонаблюдения и видеоаналитики. То есть сейчас на одном сервере может работать и серверная, и клиентская часть. Решение не требует выделения отдельного рабочего места оператора. Можно просто подключить монитор к серверу с программным обеспечением FarCost. Решение может работать полностью оффлайн без подключения к интернету. При этом опционально можно подключать такой сервер к облаку и добавлять необходимые модули видеоаналитики. Важное преимущество такого решения – это экономия на операционной системе. В данном случае нет необходимости приобретать лицензию Windows. Можно поставить просто Ubuntu, который базовый используется, и сэкономить на лицензии. И на этом у меня сегодня все. Если вас заинтересовали какие-либо из наших решений, или у вас есть специфичные проекты, связанные с машинным обучением, мы будем рады совместной реализации подобных кейсов. Если у вас есть какие-либо вопросы по нашим решениям, пожалуйста, задавайте. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое за информацию, за проведенную презентацию. Ожидаем вопросы. Тут вот несколько написали вопросов, бывает поза отвечу. Анализ видео с дрона происходит не онлайн, потому что связи там такой нет. Фотографии полученных из дрона, они скачиваются и загружаются в личном кабинете в систему, после того она их обрабатывает. Прошивки для камеры OmniPro я уточню у своих коллег, и мы дадим обратную связь. Вопрос мы записали. Да, ну, собственно, насчет OmniPro я уже здесь ответил. Для OmniPro, к сожалению, у нас сейчас прошивок нет. То есть сейчас мы в основном развиваем прошивки на бейс. Ну и, собственно, вы всегда можете попрокинуть вашу камеру за белым IP-шником и добавить ее к серверу for post. Так, файл презентации. Так, ну, мы можем после окончания презентации сделать рассылку. Собственно, вы получите презентацию в почту. Тут вот еще вижу вопрос про то, что самостоятельно, конечно, можно в приводном облаке разворачивать нашу систему. Здесь никаких проблем не возникнет. Просто надо будет установить операционную систему, разворачивать вопрос нашего кромного исключения и подключить камеру. Так, я вот еще вижу два вопроса внизу. Максим, это, видимо, К. Операционные системы, которые мы рекомендуем устанавливать, это прежде всего Ubuntu. То есть у нас, в принципе, мы работаем только с Linux-системами. И прежде всего это Ubuntu, наверное, стабильная. Ну, есть там еще ряд систем, которые можно тоже рассмотреть. Можем отправить информацию дополнительно также вам на почту. В чем плюс решения по сравнению с трассерами или регами HitVision? Ну, здесь, на самом деле, надо смотреть, какая задача стоит у заказчика. Если, вот, в частности, одно из самых, наверное, ключевых преимуществ, мы адаптируем нашу аналитику под заказчиком. Потому что трассер, он не так идет на контакт при необходимости доработок аналитики. Мы же, у нас, наверное, ключевая такая идея, что мы адаптируем. Про установку через пакетный менеджер я также уточню информацию. Коллеги, может быть еще какие-то вопросы? Так, работа с камерой по IP версии 6 реализована. Реализована или нет? В общем, давайте я уточню этот момент. Сейчас не готов вам ответить. Спасибо. 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 У нас реализована интеграция со SCUD Сигур, прежде всего, SCUD Bolid. Реализована интеграция также с PERCO, но там она немножечко идет сложнее из-за их особенностей интеграции. Базовая это Сигура и Эйболид. Так, по RTMP потоку я уточню информацию. И также ее отправим вам после вебинара. После покупки есть возможность обновлять версию программного обеспечения при ее выходе. В течение одного года, насколько я помню. В презентации была указана интеграция с домофонами. Что здесь интересует? У нас есть домофония, где мы можем открывать двери домофонов, двусторонняя аудиосвязь. Прежде всего, это домофонные BeWard и HickVision. Так, в чем сложность разработать прошивку на PRO версию камер? Ну, я попытаюсь вам объяснить. Собственно, завод, на котором мы производим эти камеры, собственно, не такой гибкий, как тот, на котором мы производим Base. И, собственно, у них интеграции идут гораздо сложнее. Ну, мы переговоры, то есть, постоянно ведем. Возможно, мы когда-то уже перейдем к своим прошивкам на PRO. Но еще раз повторю, этот процесс такой очень непростой. Вот именно на Pro. То есть, на Base у нас все довольно гибко реализовано. То есть, мы постоянно дорабатываем прошивки. То есть, ну, даже не только для ForPost, а для других агентов. Но вот именно конкретно с VAT-постом мы очень плотно работаем в данное время. По болиду, да, у нас реализованы интеграции через модуль интеграции болид. Ну, вот, собственно, еще вопрос про IP версии 6. Требует уточнения. Сейчас я пока тоже не готов ответить. Потому что, ну, в основном, как бы, мы используем IP версии 4, как бы, и IP версии 6 довольно редкие кейсы. Поэтому постараюсь вам ответить позже. Так, ну, там еще был вопрос по поводу RTMP. Собственно, в наших камерах протокол тоже реализован. То есть, можно также настраивать параметры и, собственно, настраивать инсляцию на YouTube и на какие-то другие видеосервисы. Так, YouTube плохо работает с плохими каналами. Да, согласен, вполне возможно. Так, нужно забирать сервер. Ну, то есть, видимо, вопрос именно к ForPost серверу. Возможно ли забирать сервер? Да, я уточню информацию. Так, ну, в общем, если вопросов больше нет, тогда я продолжу. Собственно, сейчас я вам презентую наш новый каталог нашей продукции. Такой краткий каталог. Собственно, я начну с линейки Base. Это недорогие камеры, которые заканчивают останавливаться на тренировке. И на объектах потребляемые витры, где камеры, как я уже говорил, будут дюницирированы с ForPost и могут работать по ПИП. Видно, слышно? Прошу прощения, вы, видимо, был обрыв связи. Прошу прощения. Не, видно, слышно? Не, видно, слышно? Так, ну, давайте, собственно, я продолжу. Собственно, камеры Base полностью интегрированы с ForPost и могут работать по P2P. Так, давайте сейчас я вам покажу. Один момент. Видимо, у нас было бы связи небольшое. Собственно, камера MiniBullet имеет цилиндрическое исполнение, может быть, с разрешением 2 Мп и 5 Мп. Пиксели имеет фиксированное фокусное расстояние 3,6 мм. И опционально может быть реализовано фокусное расстояние 2,8 мм. Собственно, если вас интересуют цены, вы можете отсканировать QR-код на любом из слайдов, затем презентация вам будет разослана, и вы также сможете отсканировать QR-код и попасть на страничку нашего сайта и увидеть цены. Камера MiniDOM по железу и по функционалу она аналогична MiniBullet, но представляет собой корпус MiniDOM. Поэтому фокусное расстояние фиксированное 2,8 мм бывает 2 Мп и 5 Мп. Далее, это у нас тоже купольная камера с более широким углом обзора, то есть у нее фокусное расстояние 1,7 мм. Также имеет различные варианты 2 Мп и 5 Мп. Ну и, как я ранее говорил, полная интеграция с ватпостом и другими сервисами, такими как Макроскоп, Линк Видео и Флюсоник. Дальше мы переходим к серии MiniBullet Z. Собственно, это камеры цилиндрического исполнения с моторизованным объективом, фокусное расстояние 2,8 мм. Также полная интеграция с сервисами и бывает двух вариантов исполнения 2,5 Мп. Камера в формате купол. Собственно, она полностью аналогична MiniBullet, но имеет исполнение в виде купола. Далее у нас серия Vibe. Она имеет более широкий диапазон фокусного расстояния от 2,7 до 13,5 мм. Также имеет разрешение 2,5 Мп и поддерживает интеграцию с сервисами. Видо, то есть это полный аналог Vibe, но в исполнении купола. Далее мы переходим к линейке OmniPro. Эту линейку отличает более профессиональное исполнение, более качественное для крупных проектов. То есть здесь мы уже имеем улучшенное качество картинки и более продвинутую встроенную аналитику. Собственно, сейчас у нас на слайде серия A1, то есть это камеры A12F, A12SF, A15, A15SF. Они имеют исполнение в виде купола, могут быть с различными фокусными расстояниями. Они 2,8, 3,6, 6, 8 и 12 мм. Собственно, они могут быть 2 Мп и 5 Мп. И самая главная такая фишка этой камеры, особенность, что у нее все порты, собственно, RG45 порт и порт для подключения питания 12 вольт, а также встроенный слот для SD-карт, все полностью встроено. То есть в каких-то кейсах это вам позволит не использовать специальные коробки, потому что все соединения закрываются герметично с помощью резиновой заглушки, герметичной заглушки. Далее у нас серия A52N, A52SN, A55N, A55SN. Это полный аналог предыдущей камеры. Они также имеют все встроенные порты. Они имеют разрешение 2 Мп и 5 Мп и могут поставляться с разным фокусным расстоянием, либо 3,6, либо 2,8 мм. 3,6, 2,8, 6, 8 и 12 мм. Далее мы переходим к серии M. Собственно, их отличает более широкий диапазон фокусного расстояния от 2,7 до 13,5 мм. То есть это имеется в виду, что эта камера прежде всего вариофокальная, имеет также различные варианты 2 Мп и 5 Мп, имеет тревожные входы и выходы, имеет встроенный микрофон, аудиовыход и есть разъем EasyMic для подключения внешнего микрофона. Далее это аналог предыдущей камеры, но уже в исполнении будет по начинке и по функционалу, и по вариантам исполнения полностью аналогичная камера. Далее мы переходим к поворотным камерам серии F. Собственно, эту камеру отличает довольно невысокая цена. Разрешение 2 Мп. Эта камера имеет тревожные входы и тревожные выходы. Есть разъем EasyMic, аудиовыход. Напитается она либо от 12 вольт, либо от POI. Собственно, у этой камеры оптическое увеличение до 25-кратное. Далее камера F12A. Собственно, у этой камеры... У этой камеры увеличено оптическое увеличение, 33-кратное. Собственно, у нее большая скорость перехода по пресетам. Она имеет тревожный вход и тревожный выход. Далее имеет аудиовход, аудиовыход. И питается от 24 вольт и POI 802.3 BT. То есть имейте в виду, что для этой камеры нужно повышенную мощность, чтобы ваш инжектор отдавал. Либо инжектор, либо POI-коммутатор. Далее. Эта камера может считаться аналогичной предыдущей, но с разрешением 5 Мп. То есть весь функционал в этой камере реализован точно такой же. Вот. И это наша самая продвинутая камера. То есть у нее оптический зум составляет 44х. Собственно, она имеет тревожные входы, тревожные выходы. Есть возможность запуска панорамных модулей. Собственно, и в ней есть лазерная фокусировка. Собственно, если вас интересуют более подробные информации, опять же повторюсь, вы можете перейти на страничку этой камеры, отсканировав POI-код. В целом у меня все. Сейчас, собственно, я ожидаю от вас вопросы. Так, для обнаружения в сети камеры у меня используется специфическое приложение. Планируется ли поддержка предокола LDP на камеру, чтобы упростить обнаружение и поиск камеры? Ну, на самом деле, да, я этот вопрос уточню, но мы как бы пользуемся вот этим приложением стандартным. Большая часть функций, собственно, оно закрывает, и как бы, я думаю, нет особой нужды в том, чтобы использовать что-то другое. Но да, если действительно есть такой запрос, я обязательно уточню. Омнипро будет у них в отверстии под LG-45 сделать побольше в самом крепеже. Если уже сментировал камеру, надо перенести немного, то приходится в эту пару резть и снова отжимать, иначе не вытащить. Да, есть такой момент у этой камеры. Действительно, да, мы сами тоже с этим сталкивались. На самом деле, да, есть возможность это обсудить с заводом. Ну, собственно, этот вопрос я тоже себе ставлю в задаче. Обсудим. Коллеги, какие у вас еще есть вопросы, пишите. Спасибо. 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 Собственно, если у вас в будущем еще будут какие-то вопросы, предложения, пожелания, вы всегда можете нам написать. Мы для этого открыты. И, собственно, я буду заканчивать презентацию. Всем спасибо за внимание. По окончанию вам будут разосланы презентации на почту и запись вебинара. Еще раз всем большое спасибо за внимание. Хорошего дня. Продолжение следует...